Республиканская противотуперкулёзная больница «Караболта» – одна из тех медицинских организаций, которые, как говорят, сделали себя сами. И это гордость небольшого, но очень сплочённого персонала. Наша была здесь, коечное отделение было. Мы подчиняли больницу. Мы тогда ничего не достигли. У нас условия жизни не такая была. И вот мы своими силами современные здания сделали. Гости из города Уш, являющиеся специалистами в разных направлениях, быстро нашли себе провожатых. Врачей повели по отделениям лаборантов в лаборатории, диет-сестру в пищеблок. А Тавалдиева Азирек направилась во внутрибольничную аптеку. Есть чему научиться. Для меня много полезной информации по накладным, внутрибольничной бухгалтерии, другой документации. Со всем этим я ознакомилась и буду применять в своей работе. В больнице Караболта важное – это правильный и строго соблюдаемый инфекционный контроль. На его страже стоит Наталья Саликова, которая щедро делится опытом своей работы со своим Ожским коллегой. Ни один сотрудник у нас не заболел туберкулезом, гепатитом. Это говорит о том, что высоко работает инфекционный контроль в плане выполнения процедур, защиты органов дыхания. У нас это самое главное. Акматова Бегемай – молодой врач-эфтезиатор. В среднем она ведет по 30 пациентов для того, чтобы ничего не упустить в ходе их лечения. В Караболте она нашла для себя эффективный и не требующий больших затрат превосходный лайфхак. «Отличная идея – стенд на стене. Фамилия пациента, дата поступления, начало лечения, на какие лекарства у него устойчивость – все подробно расписано и всегда перед глазами. Сразу видно, когда и какие анализы пациенту сдавать, какие обследования проходить. Хорошая шпаргалка». Большой интерес у гостей вызвали электронные информационные системы, разработанные и внедренные при технической поддержке ЮСАИД. Их действие начинается прямо с приемного блока. «При поступлении пациента мы автоматически заводим электронную карту. И после этого мы оформляем больного к нам в стационар и отправляем в соответствующее отделение». Заведя электронную медицинскую карту на пациента, медсестра таким образом вводит его в электронную систему больницы, которая соединяет между собой врачей в отделениях, лабораторию, внутрибольничную аптеку, снабженцев, менеджеров. Оптимизирует и облегчает их работу, а также обеспечивает взаимодействие между всеми ними в режиме реального времени. «По электронному ТБ-регистру также получили много информации. Посоветовавшись с коллегами, многое из увиденного здесь, думаем, использовать в своей больнице». «По электронному ТБ-регистратору также получили много информации. Посоветовались с коллегами, многое из увиденного здесь, думаю, буду применять в своей больнице». «Чем больше таких визитов по обмену опытом, тем лучше будет профессиональная связь между медицинскими работниками. Очень нужное дело. Мы получили много важной информации». У директоров медицинских организаций есть много тем для обсуждения. В рамках однодневного визита «все не обсудить», читает директор Ожского областного центра борьбы с туберкулезом. Поэтому подобный обмен опытом очень важен для дальнейшего развития.